доброе утро как дела а чё ты не на коврике сидишь на полу нет не твоя его но он тебе не отдаст не знаю там договоритесь сами федя ты хоть знаешь что такое что это и что она значит это блестки светится да они светятся федюш вот эти вот видите коричневенькие штучки вылавливаю блин обидно досадно девочки сижу монтирую запрыгнула и рис куда вот скажи зачем ладно мы там на первом этаже жили и на подоконнике под окном все время птички были среди похромала куда похромала чё похромала и рис попить у тебя чистая вода в миске вы представляете потом но вода я вам клянусь что там чистая вода сегодня налила у тебя миски помыла и налила там всегда вода чистая лучше делает ты ищешь приключения на свою ногу здесь вкуснее и она там мальчишки как ты тоже говорили там тоже кувшин стоит ну тоже поливать лейка говорили что риска воду пьет вот видите девочки что с ней сделать ничего то есть она лежала лежала вспотела у батареи и ей нужно попить девчуля так прям как будто у нее прям сушняк рис ну ладно водичка дырочку найдет дайвис вы бы сейчас видели вот опять же я же монтирую как она разворачивалась там это место не это но она развернулась мне уже неудобно другую сторону переворачиваться потому что я здесь нет давай сразу все высыпает баночку всю бери баночку высыпай туда прям не бойся только не уроним давай давай радуж решил мне помогать все молодец будет жидкий наверное вермишину мало может рожки добавить ничего я воде подлила ну когда все не придет я тебе обязательно налью ему тоже но наберется фей чего кстати буду будешь сейчас покушаешь и будешь что почему пять минут посидишь ладно положила курочку и жиденький конечно получается он сейчас закипит и я сразу же выключу чтобы макароны не разваливались и яичко познаете у меня привычка осталось экономить ложки вилки ну потому что мы там мыть а сейчас я вот ложкой тоже размешала говорят надо сухой той и кей струйкой и сразу одновременно мешать но если я вот так одной рукой держу телефон другой рукой буду вливать как я буду параллельно мешать не как только сейчас волью а мне нравится когда они большие кусочки ну то есть меня вообще не смущает совершенно ну вот я имею ввиду такие вот белые большие ничего страшного нет и открывать его сейчас не буду нет да не в этом дело я просто открывать его сейчас не буду кого выключать а телефон включая там просто песни громко пела чуть-чуть укропчика сейчас огня прибавлю что фили слушая пик ток но меня девочки это не смущает я вообще одну что-то там ужасно они знают что не надо смотреть но смотрят конечно но интерес быстро попадает а если запрещать постоянно то будет постоянно хотеться смотреть что была такая песня у меня не тик тока не телефона не было маленькой ничего это вы живете в такое время сынок все игрушки были слава богу почти закипела ну все поручи включать можем кстати это будете потом писать говорить где дейзи где дейзи что здесь вон видите у дейзи зеркало ну давно уже стоит не периодически беру его когда мне нужно так вода испарилась надо подлить а так хорошо и здесь я даже не знаю буду я спальню убирать или не буду наверное буду хотя не знаю смотрите здесь лёша каждый день произведи каждое утро произведение искусства устраивает так гладко бывает выложит прямо песочек как никогда а иногда прям вот как-то так но здесь уже кто-то пока пошился а так он каждое утро видимо сидит кофе пьет там телевизор смотрит с утра нам новости не новости не знаю смотрит смотрит прочитала я раньше как-то не вникала сколько они живут по-моему в 3-4 года мне тут написали что год не знаю ну будем надеяться что будет жить и радовать нас все века пришла с линой вину вы видели у вики на дне рождения суп сварила ну такой суп девочки вы видели какой мы среди суп сварили сидишь кушаем кушаем слышишь все я ухожу слушайте девочек понял ты понял начинает выпендриваться футболку переодел для них да да для вас причем ждал ждал долго вас девчонки все девочки я пошла до встречи я пошла девочки но я не одна лину оставили с федей да нет просто хлеб нужен поэтому вика сейчас за хлебом своими ключами сразу а я на остановку в шапке мне показ мир 12 я зашла посмотрела минус 4 поехали мы поехали с вами девочки девочки я приехала на велистку на почту на нашу почту ну точнее на мою позицию на нашу старую почту алёш позвонил где-то где чего как я говорю я в топор поеду он говорит ну давай это туда приеду я гря зачем тогда он сказал что он уже наверное подъехал сюда в общем когда он звонил девочки я ехала ну две остановки только проехала он как я заканчиваю чтобы не врать видно не видно вон он из машины видите выходит где стоянка пойдем со мной вот это я просто сейчас чему говорю что надо на почту надо в тополь автополь мне нужно было с пересадкой ехать я говорю зачем это буду еще 25 25 рублей девочки проезд стал я вчера спрашиваю а с какого числа с какого числа он говорит 10 января ну я же ездила привет мой свет на это доверие сдержи ее вот и мы сейчас пойдем у меня же номер телефона сменился месяц надо будет сказать чтобы они сразу заменили потом уже смс наверное не прислали надеюсь народу здесь немного вот а потом сразу за арсением коврик резину не постели кассе ладно мы это не ладно три человека все три девочки забрали мы посылку и еще три письма из налоговых из налоговой болен без меня короче одно письмо восемнадцатом февраля другой девятнадцатым а 3 4 марта а 4 марта это потому что я не пришла когда-то когда они там назначали прийти я не пришла вот они мне прислали еще письмо и по двум разным вопросом вы представляете а уже рабочий день закончился уже 1708 инспектор там написано другое имя я в понедельник позвоню той женщине с кем я общалась скажу что-то фигня чего им надо от меня вот а а так по большому счету но я не переживаю ничего господи я чё добросовестный налогоплательщик просто блин геморрой этот мне нафиг не нужен я скажу что-то фигня вообще не поняла я уже все там пояснение дать одному письму дать пояснение по второму письму что-то там с декларации связано но у меня там все чисто мне бухгалтер заполняла все правильно грамотно она всем делает ну я имею ввиду всем кто мне ее порекомендовал она им делать уже давно вот а доходы я показала естественно настоящие ну как бы там ничего не скрывала чем опять надо вот машине сижу в шапке мне же прям голова начинает болеть на улице не сильно холодно прям так нормально если ветер в общем нормально едем в тополь наконец-то немножечко пробка рассосалась но мы пропускает толку таксан там пробка мы наверно еще два светофора точно пропустим один может быть один кстати я так думаю что два ладно поехали девочки девочки я в мегафоне и фильм все уже организовал все сделал в общем номер мне вернулись за что ему огромное спасибо в тополе мегафон приходите обращайтесь и фильм здесь еще один молодой человек но и фильм он рыженький симпатичный молодой человек не написано бэджика нет я поэтому есть за куртой здесь так свежо поэтому вот он и фильм но он маски у него очень красивые глаза в общем сейчас акции какие-то проходят скажите мне погромче на часы а самсунге смартфоны вот мне надо было samsung смартфон вот где вы раньше были когда я покупала xiaomi что я купила девочки скажите мне redmi ладно приду обязательно спасибо большое до свидания знаете сколько заплатила 1950 но это 300 рублей я взяла минимальный тариф какой-то там по 150 рублей очень на два месяца у меня оплачены тариф да как ты называть просто девочки этим не занимаюсь у меня лишь оплачивает это получается на 300 рублей 1600 за номер он статусе бронзового голова ну короче все все хорошо едем за арсением садик девочки представляете не можем выехать машин тьма мы уже там постояли там две полосы прямо стоят никто не пропускает навстречу едут лишь психанул сюда заехал опять я не знаю может здесь вот бессовестные я бы не так сказал он говорит ну блин он он всех всегда пропускает и короче не знаем как выехать отсюда а если если что есть что-то что-то придумал вот они все вот как бы вот это вот полоса а ты хочешь там проехать вокруг тополя а где выехать в лодзе просто мы сейчас светофор он недолгий и получается что пробка то это вообще не рассасывается едем за арсением едем быстрее пешком добежать это мы за тополем едем я даже не знала что здесь клиника андрея стволы гена потому что это обратная сторона тополя очень частный сектор алексосу пофигу а нам нет мне нет ему тоже не пофигу потому что здесь прям такие колдобины зато мы им хорошо припарковались когда подъехали мест тоже не было но одна элантра уехала другая ландра встала я бы вот не заметила он видит что сдает задом ну короче я вот в этом плане невнимательно хотя не знаю я щас не вожу это мне так кажется может быть если я водила то мог бы работал все-таки по-другому вот эти вот ворота закрыли можно здесь было объезжать ну выезжать закрыли теперь надо вот так где школа там стоит красная лишь учился в этой школе он горит я здесь мало уже чем помню потому что во многих я знаю но и ты который называл я и не знаю где они в принципе находятся здесь все понастроили горки от район уже и не знаю во всем городе хорошо ориентируется ему прямо в такси работать только только так нет я имею ввиду ну ты понял я почему не так такси такси тебе не так а потом узнается многие вообще не знают едут элементарные вещи не знаю когда ехать сползти да он боится все машину снесет я как этот видеорегистратор не разъехаться лёша ты уверен что если мы сейчас выйдем на эту главную дорогу что только поворот не находил мне почему-то кажется что здесь только на главную и только направо надо было может куда-то дальше и больше дороги то нет смотри знаков то нет может быть можно налево а здесь ситофор нет а может там не мужик а это 56 школа на 54 тоже красная только там окон половина деревянных а здесь пластиковая здесь поприличней но вроде куда-то выехали он стоял по мне кажется что там девушка за рулем нет а почему мне так кажется потому что бордового цвета то качится черешни лексус ну нет это я просто так мне кажется красивый цвет мне любопытно спортивный интерес кто там хотя как ведет машину я думаю что это девушка дядя дядя не видно тетя буду такого не додумал так проехать мне кажется такой круг сделал а может у нее алиса которая так 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 ну блин здесь наши пути разошлись я так и не узнала теперь не уснул ну все там уже сейчас будет светофор на светофоре мы поедем прямо и к садику и нормально да правильно говорю молодец как раз так и как я и сказала но я же додумалась как ты собираешься ехать смысле девушкам не додумалась додумалась бы так топлив объехать и поэтому сам проехать да давай заглох этот не стал пропускать а он думал наверно ты его пропускаешь может там девушка была ну и все мы сейчас прямо поедем арсений второй день в футболке в чистой в белой был но он аккуратно ходит но фигня в чем что он рисовал мне картинку на 8 марта увлекся посмотрите какое поздравление с марта и это здесь мне тоже 8 марта здесь еще одна картинка такая разукрашенная ты не видела что я вообще видела смотрела смотрела но я поняла это больше нет и вот такая вот тоже 8 марта варь тогда маме привет передавай кому-то мы алене короче всем привет всем кто меня смотрится и привет ну что обуваешься конечно говорит мама а ты с папой я говорю да но без феди один не знаю я же здесь я могу ну его свой телефон то есть а еще он с девчонками там с девчонками он где федя с девчонками дома у нас федя с девчонками он с двумя девочками дома вот сейчас придем увидишь с каким скажи с викой и с линой с нашей с нашей вика и ее подружка куда мы с викой ходили куда нет нет там была марина это ли на который помнишь ты когда на день рождения к вики пришли там была марина или на вот и я охраняет федю феде их сынок я здесь с тобой я не знаю рядом они или нет давай собирается собирайся дед мороз 2 деда мороза федюня мы думали ты спишь не спал ну бы было бы я хочу хотел два фона говорю арсене звони соскучился что ли привет мой свет на руки грязные по делам сынок были вот знаете что девчонки влажность вот из-за этого я чувствую а там и батарея моментально сохнет поэтому поэтому вот не надо чтобы она здесь и меня все бесит ну лучше когда свободно пусть я лучше спальню себя поставлю пока а на балконе еще холодно поэтому не вижу смысл по ухаживать кто федя не тебе за все равно не в сад а я девочки наверно буду с вами прощаться да куда смотреть я не понимаю куда смотреть ну ладно очень наверное надеюсь что правильно смотрю вот буду с вами прощаться потому что девочки сейчас будет уходить уже их надо будет проводить семью кормить в общем туда-сюда и знаете что у меня болит голова висок заболел от шапки потому что долго в шапке получается красоты спасибо что были с нами всем пока 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 да уже до пока пока тебе говорю вы не понимаете кого снимаю это никто не обращает внимание уже пока девочки